Обычный поход по тротуару, где, казалось бы, безопасно и совсем нет машин, может закончиться весьма неожиданно. И в этом я убедилась лично. О том, как в нашем городе по тротуарам ездят сотрудники службы «Такси Максим», расскажем далее. Инцидент произошел, когда мы с дочкой возвращались из детского сада. Лихач промчался от остановки «Октябрь» прямо по тротуару, задев мою куртку машиной и едва не сбив нас с ног. Хорошо, что ребенок шел с другой стороны. Вот так есть у нас сотрудники «Такси Максим». Просто отвратительно. Остановившись на пешеходной зоне, водитель даже не удосужился извиниться и хоть как-то объяснить, куда он мчался. Не смущаясь, он продолжил перекус, дерзко и грубо отвечая на вопросы. Я надеюсь, надзорные органы обратят внимание на это горе водителя, который летает по тротуарам, чуть ли не сбивая детей. Внимание уже обратили. Молодого лихача, конечно, вычислили. По статье «Езда по тротуарам ему грозит штраф 2000 рублей». Но что такое 2000 в противовес человеческим жизням? Если и вы видите произвол на дороге, смело снимайте нарушителей и прямиком в ГИБДД. Если граждане стали свидетелями административного нарушения правил дорожного движения и зафиксировали данный факт с помощью фото- или видеокамеры, они могут оставить сообщение на сайт госавтоинспекции в раздел «Прием обращений». При этом заявление, фотография или видеоматериал должны содержать информацию о точной дате, времени и месте административного правонарушения. В ГИБДД говорят, что благодаря такому общественному контролю к ответственности привлекли сотни наглых водителей. Жалобы на езду по тротуарам, нарушение правил парковки или стоянки тут получают каждый день. И еще об одних жалобах. Они поступили в адрес наших земляков, которые устроили дебош прямо на борту самолета и даже угрожали экипажу. Как выяснилось, пьяные пассажиры оказались братьями. Летели из Хабаровска в Иркутск и немного расслабились перед рейсом. Ну а то есть в самолет вошли, у вас рассморило тепло и так далее. Наморозить-то все было хорошо и в аэропорту не было заметно, что вы пьяные. Правильно? Да. Мы больше так больше поступать не будем. За дебош мужчин арестовали на 15 суток и, конечно, самолет улетел без них. Вот так по пояс в воде с лопатами борются с наледными водами в Бургузинском районе. Выходит вода каждый год на реке Улюн. Без помощи МЧСников не обойтись. За два дня работ ликвидировано два ледовых затора. Прорублено около 360 метров русла реки. Организован один обводной канал длиной 50 метров. Угроза подтопления населенного пункта Улюн в данный момент устранена. Однако в связи с неустойчивой погодой риск повторного выхода наледных вод остается. Спасатели напоминают, что угроза провала под лед остается актуальной в большинстве водоемов Бурятии. Кстати, на центральном стадионе в Кяхте такую угрозу можно назвать реальной. Провалиться под лед, правда, там нельзя, но посчитать кости после катаний вполне. Видеокатка собрало много осуждающих комментариев, но кто-то успокоил, что это только первый слой. Второй будет лучше. Мария Латышева, Андрей Дармаев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова